Всем привет дорогие зрители! В этом выпуске я вам расскажу про новые формы некоторых футбольных команд, которые недавно были представлены специально к чемпионату мира 2018 года. И начнем пожалуй с испанской команды. Жорди Альба на вашем экране, он одет в новую футболку. Теперь кроме основных цветов испанской команды, как мы привыкли, оранжевого и красного, добавился еще и фиолетовый. Это видимо какой-то намек, связанный с недавними событиями на полуострове, иначе бы нас к 30-м годам не целали бы. Но разработчик упорно уверяет, что это синий цвет, просто так совпало. Но вернемся к форме. Эти три цвета теперь образуют некий орнамент из ромбиков с правой стороны на всю длину футболки. Какие же еще произошли изменения? Сравним форму, в которой команда играла в недавнем отборе к чемпионату мира. Сразу видим, что основной цвет так и остался красный. Оранжевые полоски по бокам перекочевали на плечи. На евро 2012 года эти полоски были на всю длину рукава. Еще на второй форме, в которой команда играла в отборе, укороченный рукав заканчивался с синий окантовкой. Здесь же на новой форме мы видим рукав полностью красного цвета. Далее этого футболиста, я думаю, вы узнали. Хамис Родригес представил форму Колумбии, в которой команда сыграет на чемпионате мира 2018 года. Она очень напоминает форму этой команды 90-х годов, в которой одет известный футболист Карлос Пальдерама. Изменения со старым комплектом произошли небольшие. Основной цвет так и остался желтый. Изменилась форма ворота. Был убран кнопочный вариант. Рукав стал полностью желтого цвета, а вот от основания плеча вниз и ближе к центру отходят три синепардовых языка. Целая группа футболистов представила форму Бундестим. И здесь также намек на образец формы 1990 года, в которой одет молодой Лотар Матеус. Итак, основные отличия. Надо сказать, что они минимальные. Использованы традиционно черно-белые цвета. Цвет ворота стал полностью белым, а вот по центру появилась черная большая полоса, состоящая из трех равных полос, которые также прерываются ромбиками в двух местах, а номер игрока сдвинут вниз и вправо. Япония, которая также будет играть на Мундиале, представила свою форму. Команда сменила стильную футболку, напоминающую команду Франции времен Мишеля Платини, на не менее стильную футболку в горошек. Форма также, как и прежде, выполнена в темно-синих цветах. Центральные полосы полностью исчезли, а на плечах появились белые полосы. Рукава однотонного цвета, а вот основная часть выполнена в белую крапинку. Очень минимальные изменения произошли в форме Мексики. Темно-зеленый цвет, окантовка ворота также с белой полосой, которая стала более уже, и окантовка рукавов также с белой узкой полосой. Белые полосы с боков перебрались на плечи, зато мы видим в нижней части появились светло-зеленые полосы. Про Аргентину я уже ранее рассказывал, но кто не видел предыдущий ролик, быстро напомню. На плечах футболки появились черные полоски. Изменилась форма ворота, ранее он был полностью круглый. Рукава стали теперь полностью белые. Аргентина упорно удаляется от своего названия «белоголубые», ведь в центре три большие полоски стали цвета морской волны. Комплект формы создан специально, в честь 125-летнего юбилея Ассоциации футбола Аргентины. Еще остались две команды и, соответственно, две формы. Уделим внимание Бельгии. И вновь мы видим ромбики красно-желтого цвета, которые расположены в центре. Сама футболка теперь полностью красная и немного светлей. Обрана широкая черная полоса с верхней части футболки, а также желтые боковые полосы. И еще ряд очень мелких изменений. Домашняя форма российской команды на вашем экране. На момент монтажа этого ролика появилась и выездная форма, и форма вратарей. Их покажу уже в конце. Но перед тем, как перейти к просмотру основных изменений, покажу вам вот эту картинку. И вот эту картинку, и вот эту картинку. Никакого сходства не напоминает? Команда Союза именно в этом комплекте в 1988 году в Сеуле выиграла второй раз в своей истории золото Олимпиады, обыграв в финале Бразилию 2-1 с Ромарио и компанией. Итак, форма российской команды с каждым разом светлеет. Напомню, несколько комплектов было в бордовом цвете. Итак, ворот стал сердцеобразным. На плечах остались белые полосы. И от основания плеча с каждой стороны отходит по одной толстой белой полосе. Также убрана белая окантовка рукава. Ну и как обещал, выездной комплект формы. Вот он. А вот форма вратарей. Ставь класс, если понравился материал. Будут еще формы, сделаем отдельный ролик. И подписывайся, если не подписан. И рекомендую также ролик под названием «Почему хотят убрать Эмори из ПСЖ». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!